мне не нужен интернет я согласен на пикет нынче в понедельник я вылез из интернета и постоял с демотиватором в реале причем демотиватор у меня еще все норовил улететь в результате я вернулся в интернет с другого конца и теперь меня достаточно широко показывают по ютубу в номинации ушанка второго плана паспорт по сути превращается просто филькину грамоту и он является нелегитимный таким образом мы обманываем и коренное население которому подсовываем о новых в кавычках соотечественников и мы обманываем самих этих новых соотечественников потому что общество не признает их своими я не только участвовал в пикете по поводу этих поправок я довольно много букв написал в интернете и довольно много получил в ответ я заметил абонентов 3 интересных и печальных позиции по поводу законов первое что поражает это всепоглощающий голубой вагонизм каждому каждому лучше верится есть оптимизм как настроение есть оптимизм как душевное свойство есть извините оптимизм головного мозга наши власти годами не чешутся возвращать соотечественников при этом наши власти годами попустительствуют неквалифицированные трудовые миграции отовсюду навсегда но стоит двум членам совета федерации из махачкалы и биробиджана начать проталкивать поправки провозглашая что вот эти поправки помогут наконец соотечественникам репатриироваться в россию не вот таким вот путем через госпрограмму как сейчас оптимизм головного мозга заставляет забыть мгновенно обо всем и решить что так вот оно и будет ура товарищи у нас звучит от депутатов госдумы что россии якобы не хватает 50-70 миллионов мигрантов у нас заключение всяких официальных комиссий по поводу этих поправок говорят открытым текстом что они позволят стать гражданином россии кому угодно но нет кричат мозговые оптимисты это хорошие поправки а вы вот вы хотите помешать соотечественникам вернуться на самом деле эта позиция моя хата с краю лишь бы этот край был на пригорочке да на солнышке то есть человек мыслит так если из-за каких-то вредных граждан мы не позволим случиться чему-то хорошему мы все будем ужасно виноваты а вот если по доброте нашей гражданской мы позволим злым властям устроить какую-нибудь пакость то мы же не будем виноваты это же они плохие а не мы для человека совершенно не важно что даже если вредные граждане не правы то вреда от этого будет сгулькин нос почистить и прояснить определение соотечественника можно ну максимум за неделю если только сознательно это не откладывать а вот если не правы законодатели то знаете когда в один прекрасный день мигранты с российскими паспортами будут составлять 30-40 процентов населения как-то совсем не поможет утешать себя но мы же верили второе неполезное отношение к закону это убеждение что закон он либо всегда про власть либо про отдельного человека он будто бы либо что-то позволяет или запрещает властям либо что-то позволяет и запрещает обычному человеку и ничего посередине никаких групп с особыми интересами то есть может быть может быть некая крупная партия не решила добавить себе пару десятков миллионов электората за счет новых граждан допустим ничего подобного у них в планах нету и хватит разводить конспирологию прочтение законов от этого остаются такими какие они есть и способность извлечь из них какую-то пользу ограничено только самими этими формулировками никто не запретит на коммерческой основе пользоваться этой лазейкой для легкого получения гражданства и оказывать посреднические услуги как сейчас уже есть рынок посреднических услуг для получения видов на жительство знаете я так в чехе попал девяносто четвертом году например есть такое недавнее новшество миграционном законодательстве как патенты на работу в домашних хозяйствах что это должно было быть это должно было быть что то что позволило бы например узбекской или молдавской женщине устроиться в чей-то дома гувернанткой или экономкой без какой-то бюрократии на которую просто не будет времени у человека если он частное лицо человек ищущий себе в дом гувернантку или экономку что это стало это стал такой краткосрочный вид на жительство который тупо покупается и наконец третье это убеждение что законы в сущности то и не нужны что их формулировки это какая-то странная формальность и все в конечном счете зависит от того добросовестный чиновников исполняет или не добросовестный кто хочет нарушить тот нарушит всегда и вот тут появляется это замечательное убеждение что законы действуют там где чиновники честны и добросовестны енотики честность чиновника это страх вошедший в умственную привычку это страх ставший профессиональной нормой на этом работает ваша замечательная европа они на каком-то особым качестве людей а что касается того что захочет все равно нарушит нет нарушить закон и истолковать закон свою пользу разница есть разница в том что у каждого чиновника где-то в уме всегда маячит тень ревизора и принципиален вопрос если придерутся к чему-то если начнут проверять у кого возникнут от этого проблемы кто будет нести ответственность или говоря проще и откровение кто окажется крайне и вот в сущности почему бюрократы так любят длинные слова и туманные формулы потому что там всегда может сказать от нее а я думал так надо а это мне так сказали а кто сказал может быть сам не понял а вот когда можно открыть законы сказать нет дорогой тут написано вот так тебе было сказано делать вот так зачем же ты сделал иначе это уже совсем другой разговор и вот для этого в законах нужно много пунктов и всякие умные слова и тонкие разницы но только с помощью этого можно добиться двух противоположных вещей либо все прояснить либо все затуманить в желающих все затуманить никогда недостатка нет а вот пока мы не захотим прояснять вот так все и будет енотики а